Ногами были батарейки и большие цилиндрические бомбы. Над головой у нее тоже висели бомбы. Бомбы лежали в корзинах и были подвешены на шведских стенках. Для того, чтобы зал молчал, они проделывали всякие мерзости, поднимали детей, мужчины их ставили под прицелом. Первый день вечера она попросила вывести детей в туалет и разрешили. И она видела, как у каждого окна стояли мужчины, а другие мужчины-заложники стояли на коленях. Боевики стояли в проемах между окон и держали мужчин на прицеле автоматы. Потом они вернулись на свои места и больше зал не покидали. На второй день к вечеру боевики всех пожилых вывели в тренажерный зал, их тоже. 3 сентября их подняли очень рано и погнали в спортзал. Затем они сели под центральной бомбой, так как там было относительно свободно. В момент первого взрыва она с детьми сидела под бомбой. После второго взрыва потеряла. А когда пришла в себя, никого не было. В результате террористического акта погибли дочь и сын. Младшие дочи племянницы остались живы. Потерпевший Кусов в суде показал, что 1 сентября 2004 года в результате захвата бандитами средней школы номер 1 в заложниках находились трое его детей. Мадина, которая была убитая там, Зараса и Фатима, которые получили различные телесные повреждения. Потерпевший сгоя в суде показал, что 1 сентября 2004 года примерно в 9.30 минут он забрал контролеров ОАО «Беслан-Райгар» для того, чтобы отвезти их в селение Зельги. По дороге они заехали в магазин «Арктика», расположенный в городе Беслан по улице Октябрьской. Когда он остановился около магазина, то услышал выстрелы, которые сначала были одиночными, а затем очередями. Примерно через 3-4 минуты после того, как он услышал выстрелы со стороны школы номер 1 в городе Беслана в сторону правобережного РОВД побежали школьники. При этом от них он узнал, что в школе номер 1 стреляют из огнестрельного оружия. Он сразу же подумал о своем сыне и других соседских детях, которые учатся в этой школе и поехал на улицу Коминтерна с намерением встретить там своего сына и знакомых детей. Со стороны школы в сторону улицы Коминтерна никто из учащихся не направлялся. Как только он поравнялся со школой, почувствовал боль в области левой ноги и понял, что со стороны школы в него был произведен выстрел. Потерпевшая Хубецова в суде показала, что 1 сентября 2004 года в школе номер 1 города Беслана была захвачена в заложники ее несовершеннолетняя дочь Хубецова Алина Феликсовна. 3 сентября 2004 года примерно в 15 часов в больницу города Беслана привезли ее дочь Алину, которая была уже мертва. Потерпевшая Гутнова в суде показала, что 1 сентября 2004 года в школе номер 1 города Беслана был захвачен в заложники ее несовершеннолетний сын Гутнов Завр, которому исполнилось всего 10 лет. 3 сентября 2004 года в школе ее сын погиб. Потерпевшая Тукаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе со своей двоюродной сестрой, соседкой и ее детьми пришла в школу номер 1 города Беслана. Когда в школьном дворе проходила торжественная линейка, то она увидела, как в школу с двух сторон забежали вооруженные люди в камуфлированной одежде и в масках на лицах, которые кричали, чтобы все оставались на месте и заходили в школу. Всех людей загнали в помещение спортзала и стали его минировать. Террористы отделили от всех заложников мужчин всего около 16 человек. Одного из этих мужчин убили сразу. Из этих мужчин в зал вернулось примерно 6 человек. Они были избиты. На второй день в зал зашел бывший президент Ингушитий Руслан Аушев. После его прихода из зала вывели женщин с грудными детьми. На третий день состояние заложников резко ухудшилось. Люди стали исправлять свои естественные надобности под себя, пить мочу. Террористы, не давая заложникам воду и пищу, постоянно стреляли в воздух, угрожая людям убийством. В обеденное время один из террористов стал трогать мину, подвешенную в центре спортзала. После его ухода эта мина взорвалась. При этом все террористы находились у входа в спортзал, и никто из них не пострадал. Затем прогремело еще несколько взрывов, от которых она получила повреждения и была госпитализирована в больницу. Потерпевшая Гудеева в суде показала, что 1 сентября она пошла в школу номер 1 города Беслана, где учится в третьем классе ее внучка. Вместе с ней она находилась в школьном дворе. Все стали строиться на торжественное построение. Через некоторое время она увидела, как со стороны железной дороги в их сторону бежали люди в камуфлированной одежде с автоматами. Они окружили школьный двор и, стреляя в воздух, стали загонять всех в спортзал, который затем был заминирован. Бандиты заставляли мужчин-заложников помогать им минировать зал. В первый день указанные террористы застрелили в зале одного мужчину из числа заложников. Затем они выводили из зала молодых мужчин, которые возвращались обратно, сильно избитые. Террористы разговаривали между собой на чеченском и русском языках. Один из них разговаривал на стинском. Он сказал, что его зовут Али, а фамилия Ходов. Постоянно в зале из террористов находилось 4-6 человек. Среди них были две женщины, на которых были пояса со взрывчаткой. Затем террористы стали приклеивать скотчем к стене взрывчатку. Она видела, как скотч стал отклеиваться от стены. И через некоторое время с той стороны прогремел сильный взрыв. Погибло очень много людей. Люди стали выбегать из зала, но боевики загнали их в столовую. Через некоторое время в столовую пробились спецназовцы, и они были освобождены. Потерпевшая Топтун в суде показала, что она работала учителем начальных классов средней школы номер 1 города Беслана. 1 сентября 2004 года утром она пришла на торжественную линейку вместе со своим сыном, учеником 7 класса. Когда построились на линейку, во дворе услышала выстрелы. Со всех сторон побежали дети и родители, но все загнали в спортзал школы. Там она нашла своего сына. Первый день боевики, которые были вооружены различным оружием, заминировали спортивный зал. В зале видел раненого мужчину, он истекал кровью. Его как-то перевязали, потом сказали, что его надо вывезти из зала. Одна женщина за него заступилась, и боевик наставил на нее пистолет, хотел ее застрелить. Потом он оставил ее. Мужчины вынесли из зала. Она не видела, чтобы кого-то убили в зале. 3 сентября в спортзале произошел взрыв. В это время со спины раздался второй взрыв. На нее посыпалось что-то горящее, похожее на стекловато. Когда она очнулась, то выскочила в окно. К тому времени сына уже не было. Его вынесло взрывной волной в окно. Потерпевший Мисиков в суде показал, что 1 сентября он вместе со своей семьей, Зуцевой, Мисиковым, пришли в школу номер один на праздничную линейку. Он вместе с Кудзаевым и Бадоевым стояли ближе к спортзалу. Когда из школы стали выводить первоклассников, то он увидел бегущих со стороны железнодорожного полотна в школьный двор около 6 человек, вооруженных автоматами, в камуфлированной одежде и масках. Они стреляли и загоняли всех людей с линейки в спортивный зал. Часть людей побежала в сторону правобережного РОВД, к тому месту, где он оставил машину, но там также находились 4 боевика. Боевики произвели несколько выстрелов из подсвольного гранатомета в сторону школы. Из числа людей, находившихся на линейке, кто-то несколько раз выстрелил нападавших из пистолета. Но его сразу же убили короткой очередью из автомата. Они ломали окна спортзала и помогали детям перелезть через окно. Рядом с ним находился незнакомый мужчина. Когда он подал последнего ребенка, один из боевиков застрелил его из автомата. Когда все загнали в спортзал, боевики продолжали стрелять, требовали, чтобы все успокоились. Мужчина в белой рубашке на вид около 40 лет пытался успокоить детей, но, находившись рядом боевик, застрелил его из пистолета. Труп мужчины продолжал находиться в зале и убрать его разрешили на второй день. Взрослых мужчин и старшеклассников боевики привлекали к работам, заставляли баррикадировать окна и двери партами. Один из мужчин попытался через двери спортзала вырваться наружу, но до двери он не добежал. Его застрелили из автомата. Это боевик худощавого телосложения в маске. Его самого заставили держать провода и коробку со взрывчаткой, начиненной металлическими шариками, кусками гвоздей. Боевики установили взрывчатки на баскетбольных щитах, шведских стенках, вверху на полу на проходе, который создали в центре зала. В углах установили металлические предметы, похожие на канистры. Минирование проводилось около 10 боевиками. Эту работу они выполняли не торопясь, хладнокровно. Периодически в спортзал заходил их руководитель, давал указания. На второй день часть мужчин, которых выводили боевики на работу, расстреляли. Сам расстрел он не видел, слышал автоматные очереди. 3 сентября он находился в зале, когда прозвучал взрыв. Получил ранение в правую руку осколком. Кто стрелял, он не видел и потерял сознание. Потерпевшая Козырева в суде показала, что она со своей дочерью Тархановой Дианой 10 лет оказалась частью заложников в школе номер один города Беслана. Они стояли на праздничной линейке, когда во двор школы забежали вооруженные люди в камуфлированной одежде и в масках и стали загонять всех присутствующих в спортзал. Первый день стали минировать спортзал. В зале началась паника, и для того, чтобы успокоить людей, боевики стреляли в воздух. 3 сентября в спортзале прогремел взрыв, в результате чего на ее дочь получили различные телесные повреждения. Потерпевшая Нугаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе со своими дочерьми Залиной, Аллой, Элиной и Мариной пошли в школу номер один города Беслана. Там их захватили в заложники террориста и загнали под угрозой применения огнестрельного оружия в спортзал школы. Спортзал школы был затем заминирован боевиками. 3 сентября в внезапном зале взорвались бомбы, она вместе с другими заложниками бежала через окно спортзала. Потерпевшая Даурова в суде показала, что 1 сентября она вместе с дочерьми Элиной и Дианой пошла на праздничную линейку в школу номер один города Беслана. Во время построения на линейку во двор школы вбежали вооруженные люди в камуфлированной форме. Они стреляли вверх из различного оружия, затем загнали всех в спортзал школы и заминировали его. 3 сентября 2004 года в спортзале произошло два взрыва, после которых она выбралась через окно из здания школы, затем ее госпитализировали в больницу. Элина и Диана также получили ранение и находились в больнице. Потерпевшая Власова в суде показала, что 1 сентября 2004 года в 9 часов она пришла в школу номер один города Беслана. В 9 часов 10 минут все учащиеся стали строиться во дворе школы на торжественную линейку. Примерно через 5 минут она увидела, как в ворота, которые входят на улицу Коминтерна, бегают люди в камуфлированной форме, в масках и с оружием в руках. Их было примерно 5 человек. Как выяснилось, впоследствии эти люди были боевиками. Боевики окружили людей, находящихся на линейке. Она увидела двух мужчин, которые кричали из окон школы сюда-сюда. Решив, что эти мужчины местные жители, которые хотят ее спрятать, она забралась через окно в коридор школы. Там она поняла, что это мужчины, которые ее звали, боевики. У одного из них была ранена рука. Затем всех людей загнали в спортзал. В зале было очень шумно. Боевики стреляли над головами заложников. После этого один из боевиков поставил выбранного им мужчину на колени и присягл к его горлу, дул автомат и застрелил его. Один из боевиков выбрал несколько старшеклассников, взрослых мужчин и ввел с собой. И они помогали минировать школу. Далее боевики вывели всех мужчин. После этого она их не видела. На второй день заложникам не разрешали пить, а также ходить в туалет. Из-за недостатка кислорода многие люди мочились надеждой и давали пить людям, терявшим сознание. 3 сентября 2004 года в победенное время она сидела на подоконнике, когда прогремел влыл и ее выкинула на улицу. Она встала и побежала в сторону гаражей, где ее встретили сотрудники милиции, которые отвезли в больницу. Потерпевшая Фидарова в суде показала, что 1 сентября 2004 года примерно в 9 часов она вместе со своим сыном пришла в школу номер один города Беслана на торжественную линейку. Зайдя в школу, Фидарова отвела сына в начальный класс к преподавателю Ватаевой, а сама вышла из школы и встала на порог перед входом. Через некоторое время она увидела, что в ворота школы вбежало несколько вооруженных людей в масках. Их было примерно 6 человек. Затем боевики загнали несколько человек, в числе которых оказалась и Фидарова в кабинет труда. После этого все заложников боевики загнали в спортивный зал. Зайдя в спортзал, Фидарова нашла своего сына Давида. Боевики стреляли в воздух, требуя, чтобы в спортзале наступила тишина и все сели на пол. В течение всего дня террористы постоянно стреляли над головами заложников. Некоторые заложники падали в обморок, а дети постоянно плакали либо спали. 3 сентября 2004 года террористы запретили заложникам пить воду. В обеденное время, когда сын спал, она услышала взрыв. Ее глушило, через несколько секунд произошел второй взрыв. Все заложники поднялись и стали выпрыгивать в разбитые окна. Затем в зале началась стрельба. Она лежала на полу, накрыв собой сына до тех пор, пока в спортзал не вошли военные, которые помогли ей выйти из спортзала, затем отвезли в больницу. Потерпевшая Цумартова в суде показала, что во время трагических событий в городе Беслане в часы заложников в школе номер один оказалась ее дочь Сабина, труп, которую она 4 сентября 2004 года опознала в морге города Владикавказа. Потерпевшая Гамаева в суде показала, что 1 сентября пришла в школу номер один города Беслана с двумя дочерьми и их несовершеннолетними детьми. Постояли минут 10, услышали крики и стрельбу. Затем их собрали в одну кучу и загнали через двери в коридор школы, потом в актовый зал, оттуда в спортзал. В спортзале боевики быстро усадили всех на корточки и стали минировать зал. Мужчины старшеклассников заставляли помогать развешивать взрывные устройства, прозрачные, через которые просвечивались гайки. Все одни находились в спортзале. Для того, чтобы успокоить заложников, боевики заставляли вставать детей и направляли на них автоматы. 3 сентября в зале прогремел взрыв, в результате которого погибла ее старшая дочь Лора. Внуки и она сама получили телесные повреждения. Потерпевшая Бедоева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она привела в первый класс школы номер один города Беслана свою дочь. Вместе с ними пришли отец Бедоевой, Бедоев и ее малолетний сын Аллан. До начала торжественной линейки на них напали вооруженные люди и всех присутствующих во дворе школы загнали в спортивный зал. В спортзал загнали более тысячи человек. Всех заложников заставили сесть на пол. Затем боевики приступили к минированию зала. Боевики были вооружены автоматами, гранатометами. Они объявили заложникам, что убьют их только в случае штурма. В первый день мужчин заложников вывели из спортзала, в том числе и ее отца. Больше она его не видела и поняла, что его расстреляли. На второй день в зале появился Руслан Аушев и сразу же вышел. Боевики не разрешали пить воду, не выпускали в туалет. В случае шума стреляли в потолок. На третий день в спортзале раздался взрыв. Она с детьми выбралась через окно на улицу. Потерпевшая Гаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она повела двух сыновей в школу номер 1 города Беслана. Во время торжественного построения примерно в 9 часов 30 минут она увидела людей в камуфляжной форме с автоматами, которые бежали со стороны железных путей. А кружевых они стали требовать, чтобы все заходили в спортивный зал. После того, как все заложники были собраны в спортзале, боевики стали его минировать, располагая взрывчатку по всему залу, в том числе и на баскетбольных кольцах. Она видела всего около 9-10 боевиков, однако думая, что их было больше. Между собой боевики разговаривали на непонятном языке. 3 сентября она находилась в спортивном зале, когда произошел взрыв взрывчатки, установленный боевиками. От взрыва она получила множественные осколочные ранения. Потерпевшая Гасинова в суде показала, что 1 сентября двое детей, Санетта и Алина, пошли на праздничную линейку в школу номер 1 города Беслан. Через некоторое время она услышала выстрелы со стороны школы, после которых пошла к школе. Возле здания школы находились террористы, которые завели ее в спортзал, где она нашла свою дочерей. 3 сентября 2004 года в спортзале произошло два взрыва, после которых террористы перевели людей в столовую. Через некоторое время туда вошли работники отряда специального назначения, которые освободили ее и детей. Потерпевшая Гутиева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе с двумя детьми пошла в школу номер 1 города Беслан на торжественную линейку. Во время проведения линейки она услышала выстрелы, после которых на территорию школы забежали вооруженные люди, которые загнали всех находившихся на территории школы в спортзал. Затем в спортзал заминировали. 3 сентября в спортзале произошло два взрыва, после которых она с ранениями выбежала из спортивного зала. Потерпевшая Дзуцева в суде показала, что 1 сентября она и ее муж Мисиков Казбек привели своих детей Мисикова Батра, за ученика 9 класса, и от сама за ученика 1 класса на линейку в школу номер 1 города Беслана. Вооруженные люди появились со стороны улицы Коминтерна. Она успела заметить 3-4 боевиков, которые были вооружены автоматами, на лицах у них были маски. Всех, кто находился в школьном дворе, примерно 1000 человек согнали в спортзал школы. В спортзал охраняли по 5 боевиков. Как она предполагала, боевиков было примерно 30 человек. 3 сентября после взрыва в спортивном зале она еще 30 человек забежали в раздевалку, и там их спасли военные. Потерпевшая Кочиева в суде показала, что 1 сентября она вместе со своим братом пришла в школу номер 1 города Беслана. Когда проходила праздничная линейка, на них напали боевики и захватили их заложники. Всех, кто находился в школьном дворе, боевики загнали в спортзал и затем заминировали его. Среди боевиков были женщины-шахидки, у которых были надеты пояса со взрывчаткой. Боевики по настроению пускали в туалет пить воду. На второй день они перестали разрешать пить воду, на третий день вели себя очень агрессивно, стреляли из автомата в потолок и требовали тишины. Она часто теряла сознание от духоты и жажды. В одно время она очнулась от взрыва. Боевики погнали оставшихся людей в столовую, в помещение, которое интенсивно обстреливалось. Боевики отстреливались и в один момент один из боевиков стал стрелять по заложникам. В нем также боевик произвел три выстрела и она потеряла сознание. Потерпевшая Сасиева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе с сыном пошла на торжественную линейку в школу номер один города Беслана. Перед началом линейки раздались выстрелы, потом на территорию школы забежало около 50 вооруженных людей. Они загнали находящихся во дворе школы в спортзал. 3 сентября 2004 года после проведения штурма сотрудники отряда специального назначения помогли и сыну выбраться из спортзала, после чего их доставили в больницу, поскольку ей было причинено осколочное ранение в голову. Потерпевшая Сабанов в суде показала, что 1 сентября 2004 года его отец Сабанов жена Гасси и Валета, дочери Санетта и Алина пошли на праздничную линейку в школу номер один города Беслана. В этот же день он узнал о том, что школа захвачена террористами. О судьбе отца, жены и детей он ничего не знал до 3 сентября 2004 года. После освобождения школы он нашел их в больнице города Беслана, а 6 сентября 2004 года он опознал труп отца Сабанова. Потерпевшая Джерева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она пошла в школу номер один города Беслана с двумя детьми. В школе их захватили в заложники террористы и разместили в спортзале школу, которую заминировали. Из часа заложников боевики в спортзале убили одного мужчину. 3 сентября в зале раздались взрывы, затем на них обрушился потолок. Часть уцелевших заложников стала выпрыгивать через окно и убегать из школы. Остальных заложников, в том числе ее, боевики загнали в столовую. Через некоторое время ей удалось выпрыгнуть в окно столовой и убежать. Потерпевшая Реснова в суде показала, что 1 сентября 2004 года с внучкой Наташей оказалась в заложниках. Ее внучка на тот момент перешла в 5 класс. Когда они пришли в школу, уже выходили на линейку первоклассники. В это время услышала выстрелы, обернулась и увидела мужчин с оружием, поняв, что ее захватили. Видела в руках боевиков гранатометы, противогазы, автоматы, гранаты. Боевики стали стрелять, загнали всех в спортзал. 3 сентября в зале прогремел взрыв, затем другой взрыв. В суматохе она смогла свою внучку выбросить с окна, а сама потеряла сознание от полученных ранений. В промежутке между первым и вторым взрывом она видела, как был застрелен коней, который пытался обезоружить боевика, стрелявшего в детей. Потерпевшая Коньева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе со своей снохой Соколовой и внучкой Коньевой пришла в школу номер 1 города Беслана. Ее внучка пошла в первый класс. Когда они находились в школьном дворе, захватили в заложники террориста и загнали всех в спортивный зал. Затем террористы заминировали спортзал. На третий день из-за низкого артериального давления она потеряла сознание и когда очиночество увидело, что в зале много убитых людей. Террористы стреляли из автоматов и заставляли заложников ползти к ним. В это время в зал прорвали спецназов и помогли ей выбраться. Потерпевшая Дзампаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она со своей семьей пришла в школу номер 1 города Беслана. Она снимала праздничную линейку на видеокамеру, находясь между зданием начальных классов и зданием школы. Примерно через 5 минут она услышала среднюю, увидела в двух метрах от себя мужчину в камуфлированной форме, маски с автоматом в руках. Он кричал, чтобы все легли на землю. Затем разогнали во двор школы и через окна не попали в здание школы, где уже стояли боевики в масках. В спортивном зале, где террористы сразу заложили дверь, ведущую во двор школы, партами и столами, заминировали зал. Боевики периодически стреляли в воздух, чтобы заложники не возмущались и успокоились. Первый день боевики говорили, что с заложниками ничего не случится. Разрешали ходить в туалет, давали детям пить по глотку воды. Находившихся в зале мужчин вывели наружу, а спустя некоторое время из них избитыми и ранеными вернулось несколько человек. На второй день, чтобы успокоить заложников, в зале подняли дуди и вазаура и еще нескольких детей и взяли на прицел. Боевики говорили, что если начнется шторм, то они будут отстреливаться, пока не закончатся боеприпасы. А затем всех взорвут. С ними боевики разговаривали на русском языке, между собой на незнакомом языке. В первый же день в зал занесли телевизор и установили его у тренажерного зала. Террористы разговаривали по телефону, но слышали, что они требовали, чтобы к ним пришли Зязиков, Засохова, Солханова и еще кто-то. Срыва не слышала, так как потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как боевики заставляют людей бежать в классы. Когда боевики выходили из зала, то стреляли по тем заложникам, которые из зала не вышли. Затем взорвались еще две бомбы. Когда в зале появились сотрудники Альфы, им сказали ползи в сторону тренажерного зала, откуда их вынесли. Потерпевшая Кочиева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе со своими малолетними детьми, Меликовым Сусланом и Меликовой Ларисой Цамазовной. Примерно в 8 часов 30 минут пошла в детский сад Березка города Беслан, который оказался закрытым. Тогда она решила пойти в школу номер один, где должна была состояться праздничная линейка. Находясь возле котельной с детьми, она услышала выстрелы и среди людей, стоявших во дворе школы, началась паника. Затем она увидела вооруженных людей, большинство из которых были без масок. Они стреляли в воздух и кричали. Один из этих террористов подбежал к ним, ее с детьми загнал в спортзал школы. Она оказалась около восточной стены и слышала, как люди кричат и плачут. В это время раздался выстрел и она увидела, что в проходе лежит убитый мужчина. Террористы сразу же стали минировать школу, развешивали мины. Из общей массы людей террориста отделили около 10 мужчин и старшеклассников, которых заставляли баррикадировать партами двери и окна, а также подвешивать мины. Всего она насчитала около 15 террористов, у одного из террористов был сотовый телефон, по которому он постоянно с кем-то разговаривал. Он говорил заложникам, что у него убили жену и пятерых детей и поэтому участь всех заложников для него безразлична. Затем они пожилых женщин перевели в тренажерный зал. Оба ее ребенка находились рядом с ней. На третий день примерно в обед раздался взрыв и она потеряла сознание. Очнулась она от второго взрыва и, глядевшись, видела, что дети лежат рядом. Тогда она выбросила в окно и выпрыгнула сама. Подсудимого Кулаева она видела в спортзале среди террористов. Потерпевшая Нугаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года вместе с сыном Батразом она пришла в школу номер один города Беслана на праздничную линейку. С ним она зашла в школу примерно в 8 часов 45 минут. Так как ее сын пошел в первый класс, то он со своим классом должен был выйти на линейку. Она вышла из школы и стояла во дворе со своей сестрой Нугаевой Залиной. Примерно через 5 минут их окружили вооруженные автоматами люди в камуфлированной одежде и масках и загнали в спортзал. Боевики стреляли в воздух. В спортивном зале их разделили на две части, оставив в центре проход и заблокировав дверь, выходящую во двор. Боевики заминировали зал, угрожая взорвать всех. Все заложники заставили выбросить в центр зала сотовые телефоны, сумки и фотоаппараты. Иногда с улицы донозились звуки выстрелов и взрывов. Боевики заставляли мужчин-заложников помогать им, выводили их из зала, обратно возвращались не все мужчины. 2 сентября 2004 года ее, Ногаеву, Токова, Токову, Ногаеву и часть заложников вывели в подсобное помещение и разрешили выпить воду, сходить в туалет. При этом один из боевиков сказал, что не хочет их убивать. 3 сентября 2004 года их вернули обратно в зал. В этот день боевики были особенно агрессивны по отношению к заложникам. Представляли головам мужчины-старшеклассников автоматы, требовали, чтобы прекратился шум, иначе убьют их. После первого взрыва она не смогла подняться, после второго взрыва получила ранение спины. Затем вместе с сыном выбежала из школы и ее отвезли в больницу. Потерпевший ЦИЦОВ в суде показал, что работал в РУБО при МВД РСУАЛАНИ в период совершения террористического акта в средней школе номер один города Беслана. Находился в резерве по охране периметра возле школы. 3 сентября 2004 года, когда раздался взрыв в спортзале, он бросился на помощь заложников, но получил ранение в правую ногу. Потерпевший КУКОВ в суде показал, что 1 сентября в связи с актом терроризма в средней школе номер один города Беслана по тревогу им прибыл в город Беслан для выполнения возложенных на милицию задач. В период с 1 по 3 сентября он совместно с коллегами осуществлял оперативно-радскные мероприятия и иные задания возле данной школы. 3 сентября 2004 года примерно в 13 часов прогремело два взрыва с интервалом в несколько секунд. Через несколько минут со стороны здания правобежного РУБД стали выбегать полураздетые и раненые дети в количестве примерно 100 человек. Ему стало понятно, что это дети из числа заложников. Он и его коллеги и также все присутствующие люди стали помогать детям доставлять их на территорию СПТУ на развернутый военный госпиталь. Он проник в здание школы с тем, чтобы помочь выбраться оттуда раненым заложникам. В то время, когда он полз по полу большого спортивного зала на него обрушился горящий фрагмент кровли и он получил ожоги обеих рук. Потерпевший Озиев в суде показал, что 1 сентября 2004 года примерно в 8 часов 30 минут его супруга Озиева Марина Узоровна с двумя детьми Вадимом и Владимиром пошла в школу номер 1 города Беслана. В тот же день он узнал, что школу номер 1 захватили террористы. Его супруга и дети до 13 часов 30 минут 3 сентября 2004 года находились в заложниках в указанной школе. Все это время он находился во дворце культуры города Беслана. После освобождения заложника он пошел в больницу города Беслана. В больницу ему сообщили, что Озиев Владимировна находится там. В результате террористического акта Озиева Марина Узоровна и Озиев Владимирович погибли. Потерпевшая Кравченко в суде показала, что ее муж Карлов работал в котельне средней школы номер 1 города Беслана, где 1 сентября 2004 года был захвачен в заложники и там же убит террористами, когда заступился за детей. Потерпевшая Кравченко в суде показала, что его отец Кравченко работал в средней школе номер 1 города Беслана. 1 сентября 2004 года находясь в школе его отец был захвачен в заложники и там же был расстрелян. Потерпевшая Альбегова в суде показала, что ее сын Альбегов 1 сентября 2004 года сразу как услышал о захвате школы приехал в город Беслан. Все трое суток он простоял вместе со своими около школы и 3 сентября, когда начался шторм, сын спасает детей, погиб, получив осколочное ранение головы. Потерпевшая Кукоева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она со своими несовершеннолетними дочерьми Кукоевой Леаной Казбековной и Кукоевой Кристиной Казбековной пошла в школу номер 1 города обеспечена на торжественную линейку, где в результате террористического акта была захвачена в заложники вместе со своими детьми. После освобождения заложников ее дочь Кукоева осталась жива, а дочь Кристины, а дочь Леана Казбекова, погибла при взрыве. Потерпевшая Дая в суде показала, что 1 сентября 2004 года он находился на работе в городе Владикавказе, когда услышал от людей о захвате заложников в городе Беслане. Он приехал в город Беслан и пробыл там до 3 сентября. Когда в спортзале произошли взрывы и началась сильная стрельба, заложники стали выбегать из дверей и окон школы. Он побежал помогить выносить раненых из спортзала, и в это время произошел взрыв, его ранило в грудь. Потерпевшая Царахова в суде показала, что 1 сентября 2004 года ее сын и дочь около 9 часов ушли в школу номер 1 города Беслана. Спустя некоторое время она услышала выстрелы, после чего сразу направилась в сторону школы. Та школу дойти не смогла, так как вокруг школы было выставлено цепление. Сотрудники сказали, что школу номер 1 захватили. При захвате школы погиб ее сын Царахов Эльбус Таймуразович. Потерпевшая Токаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года пошла в школу со своей дочерью и племянницей. Когда находились на линейке и видели вооруженных людей, которые стреляли в воздух. Воспользовавшись суматохой, она спряталась в котельной и была оттуда освобождена, а дочи племянники были захвачены в заложники. Потерпевшая Харебова в суде показала, что 1 сентября с 9 часов она вместе со своим сыном присутствовала на торжественной линейке в средней школе номер 1 города Беслана. От Чижимовой Инны она узнала, что возле школы стоят машины, в которых сидят бородатые мужчины. Она подошла к незнакомой и учительнице и сообщила об услышанном. Учительница ответила, что позовет участкового милиционера. Затем она стала искать своего сына, который стоял на линейке вместе со своим классом. Но в это время появились мужчины в камуфлированной одежде с автоматами в руках и стали загонять всех людей в школу. Вместе с сыном их завели в спортивный зал, где уже находились террористы и большое количество заложников. Террористы заставили сесть людей на пол и создать проход в центре зала, после чего заминировали спортзал. В течение последующих двух дней она находилась вместе с сыном. 3 сентября 2004 года террористы переоделись в спортивную форму и из тренажерного зала стали выносить оружие. Затем в центре спортивного зала произошел взрыв, за которым последовал следующий взрыв. В этот момент она перекинула через окно своего сына и крикнула ему беги. Потом прогремел третий взрыв, после которого выпрыгнула из окна и побежала в сторону гаражей, где ее встретили работники милиции. Потерпевший Корчагин в суде показал, что проживает в непосредственной близости от школы номер один. 1 сентября во время захвата школы в окно его квартиры бандиты выстрелили из гранатомета, в результате чего квартира полностью выгорела ему был причинен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Потерпевший Гадьев в суде показал, что 1 сентября его дочь Гадьева Фатима Таймуразовна вместе со своей дочерью, то есть его внучкой Гулоевой Кристиной Джабаевной пошли в школу номер один города Беслан на праздничную линейку, чтобы поздравить своих родственников Хузьмиева Георгия Лановича и Хузьмиеву Стеллу Лановну и были захвачены в заложники. В результате захвата школы погибли Гадьева Фатима Таймуразовна Гулоева, Кристина Джабаевна, Хузьмиев Георгий Ланович и Хузьмиева Стелла Лановна. Потерпевший Гассиев в суде показал, что 1 сентября 2004 года в утреннее время он на принадлежащей ему автомашине со своим отцом и соседом проезжали по улице Коминтерна около школы номер один, когда по машине со стороны школы открыли огонь из подствольных гранатометов. В результате прямого попадания гранаты его автомашина взорвалась, а ему, отцу и соседу удалось отбежать автомашины. После этого он бросился к школе, где на его глазах боевики расстреляли его соседа Гапоева, который пытался спасти заложников. Потерпевшая Пхалагова в суде показала, что ее дом находится рядом со школой номер один города Беслана. 1 сентября 2004 года она утром смотрела в окно и увидела, как в ворота школьного двора забежало несколько вооруженных человек в камуфлированной форме и, стреляя из автоматов, стали заводить людей, находящихся в школьном дворе в здание школы. Часть учеников, находящихся около выхода на переулке школьной, стали убегать. Она вышла во двор и пошла в сторону школы, чтобы узнать, что происходит. В это время в ее сторону направился один из этих мужчин в маске и, угрожая оружием, вкрикнул ей, чтобы она пошла в школу. Тогда же этот мужчина отвлекся на ее соседку, которая проходила недалеко, и ей удалось убежать в сторону дома. Объявляется перерыв на 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бутышей. Есть. Ну, просто. Прошу встать. Прошу встать. Прошу садиться. Прошу встать. 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 загоняя в спортивный зал. 3 сентября в результате взрыва на ее дети получили множественные осколочные ранения. Потерпевшая Смирнова в суде показала, что ее дочь Смирнова, которая учится в 10 классе 1 сентября 2004 года, в 9 часов отправилась в школу номер 1 города Беслана на торжественную линейку. В 9 часов 30 минут услышала выстрелы со стороны школы, вышла на балкон и узнала, пробегавшая мимо женщина, что неизвестные люди захватили школу. 3 сентября 2004 года, ближе к обеду, она, находясь дома, услышала взрывы, доносившиеся со стороны школы номер 1. Сразу же побежала к дому культуры, где уже возили раненых заложников. Дочь свою нашла мертвой в морге. Потерпевшая Тебева в суде показала, что ее младшая дочь Алла, 1991 года рождения, ушла 1 сентября 2004 года, где была захвачена в заложники и погибла 3 сентября 2004 года в спортивном зале. Потерпевший Кочешвили в суде показал, что 1 сентября 2004 года его дочь Бела пошла в школу номер 1 города Беслана на торжественную линейку. В этот день школа была захвачена террористами. 3 сентября после освобождения заложников он долго не мог найти свою дочь. 15 сентября 2004 года он опознал труп своей дочери в морге города Владикавказа. Потерпевшая Запарова в суде показала, что 1 сентября 2004 года она со своей семьей, мужем Арчеговым, детьми Арчеговой Линдой и Алибеком пришла на праздничную линейку в школу номер 1 города Беслана. Она зашла с дочерью в школу, а муж с сыном остались на школьном дворе, у мужа была с собой видеокамера. Примерно в 9 часов она вышла и присоединилась к мужу. В это время стали выводить первоклассников на улицу. Она услышала беспорядочную стрельбу и видела 2-3 вооруженных автоматами мужчин в камуфляжной одежде, которые загоняли людей в школу. Она видела 15-20 вооруженных людей, часть из них была в масках. Всех людей согнали в спортзал. Боевики в центре оставили проходы, передвигались по нему, контролируя заложников. Ее муж вместе с остальными мужчинами был выведен из зала и убит. Для того, чтобы заложники успокоились, боевики стреляли в потолок. В первые два дня они разрешали выходить в туалет и пить воду. На второй день в обед боевики стали разбирать пол в двух местах. Из разобранного места рядом с ней они ничего не доставали. Также от боевиков она слышала, что 2 сентября 2004 года в спортивный зал заходил Руслан Наушев, но она его не видела. Один из боевиков по сотовому телефону разговаривал с переговорщиками. Так как ночью спать было тесно, некоторые дети забирались на окна. Ее с детьми и пожилыми людьми, около 40 человек, боевики перевели в малый спортзал. Там их охраняли два боевика. Было темно, утром всех вернули в спортивный зал. На третий день, примерно в 13 часов, в зале произошел взрыв. Ей на голову упали какие-то горячие предметы и оглушили ее. Когда она очнулась, то увидела, что дети выходят на улицу через окна и запасную дверь. Она взяла детей и выбежала на улицу. Потерпевшая Батагова в суде показала, что при освобождении заложников из школы было повреждено имущество на сумму 5000 рублей, так как ее домовладение находится в непосредственной близости от школы. Потерпевшая Павленко в суде показала, что 1 сентября 2004 года ее мать Курносова повела ее сына Романа на праздничную линейку в школу номер один города Беслана. Около 9 часов 30 минут она, находясь дома, услышала стрельбу со стороны школы. Как позже она узнала, школа была захвачена террористами. 3 сентября в ходе освобождения школы ее сын Роман получил легкое осколочное ранение, а мать погибла. Потерпевшая Седакова в суде показала, что 1 сентября 2004 года ее сын Седакова Альберт вместе с женой Зитой и несовершеннолетними детьми Георгием и Давидом пошли в школу номер один города Беслана, где ее захватили заложники террористов. В результате действия террористов ее сын Альберт погиб, а внуки и сноха стали живы, получив различные ранения. Потерпевшая Зампаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года его сын Зампаева в жену от Зампаева повел дочку Агунду в первый класс, взяв с собой сына Зампаева Аспара Артуровича двух лет. Все четверо оказались в заложниках и все четверо погибли. Потерпевшая Бегаева в суде показала, что 1 сентября 2004 года она вместе с сыновьями Бегаевым с Усланом, 1988 года рождения, с Заматом, 1992 года рождения, была захвачена террористами в школе номер один города Беслана. Загнав заложников в спортзал школы, боевики, вооруженные автоматами, стали минировать зал. На ее глазах боевиками был убит Бетрозов, который пытался успокоить людей. В результате взрыва она потеряла сознание, затем всех, кто остался живой, боевики стали выгонять в столовую. В столовой она видела Кулаева в разорванной футболке, оружия у него не было, который сказал, чтобы она встала и помахала рукой в окно, для того, чтобы узнали о их местонахождении. Затем Кулаев взял какую-то коробку и, простоя в минуты две, выпрыгнул из окна. Потерпевший Боразга в суде показал, что 1 сентября 2004 года в заложнике была захвачена его дочь Боразгова Ильяна Борисовна и получила там ранение. Сам он работает в пробережном РОВД и 3 сентября, находясь в оцеплении, при освобождении заложников получил огнестрельное ранение. Потерпевший Тетов в суде показал, что его сын Тетов Тимур Эльбуса, 10 мая 1994 года рождения, 1 сентября ушел утром в школу, был захвачен в заложники и погиб. Несовершеннолетний потерпевший Персаев в суде показал, что 1 сентября 2004 года он вместе с братом Сусалом пошел на праздничную линейку в школу номер один города Беслана. Во время построения на линейку во двор школы вбежали вооруженные люди в камуфлированной форме, они стреляли вверх из различного оружия, затем загнали всех в спортзал школы и заминировали его. Во время взрыва получил ранение. Несовершеннолетний потерпевший сгоя в суде показал, что 1 сентября 2004 года он вместе с сестрой Викой пошел на праздничную линейку.